Совсем недавно Виктория Ваулина завоевала бронзовую награду чемпионата мира по женской борьбе в Финляндии. 19-летняя девушка с Пермского края, как ни странно, представляла Дагестан. Одна из сильнейших юниорок планеты, в прошлом победитель чемпионата мира, теперь занимается в спортивных залах нашей республики. С чем связано желание девушки представлять на международных турнирах Дагестан, узнавала Хатиджа Курбанова. Так проходят спарринги Виктории Ваулиной, 19-летней призерки мира по вольной борьбе. Еще совсем недавно на всех соревнованиях она представляла Пермский край, свою родную область. Сегодня она является одним из ключевых звеньев дагестанской женской борьбы. Юниорка приехала сюда в начале 2017-го, когда в какой-то момент поняла, что перестала расти и стоит на одном месте. Здесь же ей комфортно, а главное, можно лучше развить свои борцовские навыки, признается спортсменка. Вика остановилась, а как родители на это отреагировали? На твое решение заниматься здесь? Конечно, мама очень испугалась. Сначала была против. Ей же здесь показывают, что здесь постоянно перестрелки, девушек впервые будут. Всякие такие ужасы по телевизору. И она, типа, нет, Вика, давай домой, езжай, типа, не надо туда. Ну, я ее переубедила. Я сказала, мама, успокойся, я тебе сюда привезу, я тебе здесь покажу, что здесь безопасно на самом деле. Здесь тихо, спокойно. Ничего подобного нет, что показывать по телевизору. Женская борьба – молодой вид спорта. Но, несмотря на это, в республике она набирает всю большую популярность. Если буквально в прошлом году количество желающих заниматься женской борьбой сводилось к единицам, то в этом году у нас уже есть сформированные группы, признается заслуженная тренер России Эмма Магомедова. Все тренировки Виктории, спарринги и схватки проходят под ее контролем. У нее уровень уже достаточно был высокий. Она чемпионка Европы, кузерка мира. Поэтому сейчас, конечно, за эти 8 месяцев тоже есть прогресс. На мире она по кадеткам была, вроде бы, принцесса, а сейчас уже и по молодежи. Конечно, шаг вперед есть, но рады этому. Немножко неудачно выступила на чемпионате России. Ну, так, жеребевка, скорее всего, неудачно сложилась. Ну, думаю, у нее еще все впереди. Молодая, очень трудолюбивая девчонка. С ней очень легко. Тренер Виктории говорит о чемпионате мира в Финляндии. Оттуда представительница дагестанской школы совсем недавно принесла бронзовую медаль. И Нью-Йорка выступала в весовой категории до 55 килограммов. За выход в финал я проиграла 4-3. Мне опять одна выпала не хватило до выхода в финал. Ну, что делается все куча. Побывав в дагестанской школе женской борьбы и пообщавшись с самой яркой ее представительницей, я пришла к мысли, что хочу задать такой вопрос. Виктория, как же мне защититься такой хрупкой, довольно хрупкой девушке в непредвиденной ситуации? Допустим, ночью за мной идет бор. Как-то вот так. С ножиком. Я хватаю за кисть. Ага. Вторую руку под мышку. Эту ногу я шагаю между ног. Ага. Подорваясь. Крупкой. Да, вору не повезет. В такой ситуации не повезет вору. Это очевидно. Ведь силой и выносливостью, присущей Виктории Ваулиной, мы смело можем надеяться на успех девушки на ковре.